Сегодня мы продолжаем наш разговор о подручном. Мы с Божьей помощью, так сказать, перешли уже от мирности и мира, рассмотрели его, к подручному. Это еще одна область, которая принадлежит, так сказать, лично Хайдегеру, разработанная лично им. Область подручного и наличного, я бы так даже назвала, наличное бытие и подручное вообще. Еще одна область, которая в Хайдегере упускается, как правило, не рассматривается, не разрабатывается. И еще одна область, которая могла бы быть крайне плодотворной для философии. Не просто для познания вообще, для познания вообще, конечно, она тоже могла бы быть плодотворной. Но вот для философии, которая запутывается в своей же собственной гносеологии, в этих вопросах истины, истинной вещи, назад к вещам, вы знаете, такой лозунг был. Однажды прозвучал внутри этой гносеологии. Вот для этой гносеологии, которая вообще-то не понимает самого генезиса вещи, откуда взялись ее вещи, которые она познает, и откуда взялось ее такое познание. Вот для этого вопроса, то, что мы сейчас будем разбирать, оно тоже крайне важно. Конечно, если бы можно было бы вот эту, конечно, ниточку тоже протянуть, было бы хорошо. Ну и крайне важно, естественно, и для того, чем занимается непосредственно сам Хайдеггер для бытия присутствия. Значит, тема у нас пока общая и формально звучащая, это подручное, его история и генезис, и каким образом из этого подручного возникает наличное бытие. То есть я в самой теме уже даже проговорила некоторый ответ, что наличное бытие для Хайдеггера связано с подручным и связано так, что возникает из него. И мы там начали говорить о руке. Мы начали говорить о руке, потому что если мы не поговорим о руке, и о том, что думает про это Хайдеггер, то мы, конечно, упустим очень многое из понимания подручного, откуда оно вообще у него взялось. И когда я начала говорить о руке, я не помню уже там, насколько я забежала вперед, но речь шла о том, что человек на самом деле вдвигается в мир, хотя так даже нельзя и сказать, потому что еще и мира нет. Точнее было бы говорить, что он как раз рукой, своей собственной рукой человек и образует в общем-то этот мир. поэтому он вдвигается, наверное, как-то в бытие вообще. И это не ноги, как у животных, передвигающихся в пространстве. Основной органом это будут, наверное, ноги даже, или там плювы, или еще какие-то другие органы, а рука. И казалось бы, что как бы у человека, как и у всех остальных животных приблизительно, все точно так же должно было бы быть. Он там заселял тоже, наверное, какие-то пространства этот человек, передвигался, территории, имел стычки со своими собратьями. Да, это все, наверное, происходило, но если бы только это происходило с человеком, то он так бы и оставался и продолжал оставаться просто животным наряду с другими животными. Мы же речь ведем именно о специфическом устройстве и восприятии и жизни человека, в отличие от животных. И вот это специфическое устройство, оно происходило в человеке через руку. То есть, понимаете, нормальное представление нас, естественно, отсылает к ногам, которые передвигаются в пространстве, да, и типа открывают просторы. Но ненормальное философское нас отсылает к руке. Я бы, наверное, даже такой образ какой-то нарисовала. Представьте себе дитя, играющее там на морском берегу в песочке. И это дитя, допустим, начинает рыть песок, чтобы построить там какие-то... Может просто вырыть пещерку, может что-то там еще построить. Оно вот засовывает туда руку, выгребает песок, вынимает, вынимает оттуда песок. И там образуется полое пространство, да. А дитя, вот оно все дальше и дальше этой рукой продвигается. Вынимает материал, оставляет пустоту, пустотность, которая дальше будет заполняться. Туда либо водичка потечет из того же самого моря, наполнит эту пустотность. Туда что-нибудь можно поместить, какие-нибудь игрушки можно туда поместить. Там можно что-то еще построить потом, добавить, игрушки какие-то поместить туда. Вот этот образ я бы привела как образ вообще возникновения мира. Дело в том, что насколько бы он не был смешным и детским, но он бы правильно отражал все самые основы понятия, скажем так, или основы вообще человеческой жизни. Во-первых, рука. Рука, которая продвигается все дальше и дальше и вглубь, и в ширину. Во-вторых, пустотность, что остается после такой деятельности человека. Пустота. Пустота. Мы говорили уже с вами, что эта пустота не та страшная пустота, там, нигилизма или еще чего-то. Это не та пустота, которая... Ой-ой, какая плохая. Давайте оставим пока эти термины плохая. Нет, это та пустота, которая создает вот будущий объем вообще всего мира. Это какой-то такой вот пузырь или купол, или вот помещение, да, или пространство, или вот то, что вырывает дитя, которое сможет внутрь себя, внутри себя уже что-то порождать, воспринимать и проявлять. Или мы говорили сцена, можно разные образы применять. Но сейчас у нас дитя вырыло вот такой вот подземный объем, пустотный. Пусть будет это вот оно. И там, там будут уже происходить какие-то действия. Там будет водичка, там будут игрушки, и там будет какая-то игра. И вот это все, то, что находится там, внутри того, что вырыло дитя, это и есть внутримировое сущее, которое выступает нам навстречу. Внутри вот этой пустоты. Почему мы говорим вообще о пустоте и негации? Да потому что любое сущее, чтобы оно нам встретилось, прежде всего должно быть уничтоженным бытием. Уничтоженным бытием. Об этом я уже тоже раньше упоминала. О том, что вообще неодушевленная, неживая материя постигается единственным способом, способом уничтожения. То есть она уничтожается. Таким образом устанавливается ее предел. Она получает свое определение. Е, потому что все определения, они на концах. Она получает свои границы. И таким образом это сущее может заново порождаться уже в человеческой деятельности. И порождаясь в человеческой деятельности, она выступает навстречу человеку. С одной стороны человек ставит ее против себя. С другой стороны она выступает при этом навстречу человеку. Но вы спросите, а как же те предметы, которые человек не произвел, они же тоже выступают навстречу. И об этом я уже тоже говорила. Что они начинают задействоваться по такому же типу, как и те предметы, которые находятся в человеческом этом кругообороте творческом. Эти предметы начинают точно так же восприниматься. И таким образом они включаются в общую сферу мира. Поэтому всегда сущее, оно имеет как бы свои окончания в ничто. Оно все покоится в ничто. Это такой огромный пузырь, который охватывает все сущее. И он называется ничто или пустота. И вот это ничто или пустота граничит с бытием. А тут у нас круг. Мы как бы это бытие через ничто выворачиваем вовнутрь этого мыльного пузыря или вовнутрь мира. И там внутри, находясь тоже сами там же, и сами туда же выворачиваемся, мы встречаем это внутримирное сущее. И вот эти все действия, они идут, по сути, за рукой. Посмотрите, речь не идет о мышлении. Еще пока. Еще о чем-то другом. Но появляется телесный орган. Телесный орган, рука. Вообще, интересен вопрос о самом теле человека, естественно. Мы знаем, что и мышление, Хайдекер потом к руке мышление тоже приведет. Там, допустим, спиноза, он и говорил, что нельзя ничего помыслить из того, что тело не знает. Вот что знает тело, то и знает мышление. И он тоже прав. И, фактически, рука – это только специфичность или, так скажем так, особенность самого тела. Ее самая актуальная точка. Актуальная точка нашего тела. Потому что человек действительно через тело свое собственное входит в мир. Но, фактически, вот через руку. А в теле выделяется еще и рука. Все эти направления плодотворны. Увидеть их результаты, к сожалению, трудно. При том, что они плодотворны. Поскольку их тяжелее всего продолжать. То есть, легко сказать, что мы входим в мир через тело. Легко сказать, как спиноза сказал, что в нашем мышлении нет ничего, чего нет в нашем теле. А вот показать это, и чтобы это приносило результаты какие-то нам, что сказал, хорошо, что с того, кому это что дало и что облегчило. На самом деле дало, конечно. Мы теперь можем не допускать каких-то ошибок и смотреть в совершенно другую сторону. Но реальные плоды мы получим только тогда, когда мы будем не просто смотреть в эту сторону, а пойдем туда. Когда мы научимся действительно видеть в телесном мышлении, а в мышлении тела. И в эту сторону нас ведет и Хайдеггер. Поскольку у него затем, после уже этой работы, тема будет развиваться, такие выражения присутствуют. Мышление руки, то есть мышление самой руки. Он ему приписывает руке, приписывает мышление. И второе выражение, рука мышления. И как бы странно и непривычно не звучали такие обороты, на мой взгляд, они красивы. Они даже красивы чем-то. Не говоря уже об их истинности. Я уверена, что они действительно истинны. Вот это направление тело мыслит, а мышление телесно, я могу его назвать и своим личным тоже направлением, индивидуальным, которое для меня, например, и у меня является просто аксиомой. Иначе и быть не может для меня. Ну, это, естественно, никого не убеждает ни в чем. Это я так просто сказала. Сказала. Так вот, хотя это, ну, многие бы нам вопросы помогло решить, и многие проблемы бы вот так вот сразу же отмело в сторону. трудно очень это сделать, трудно. Вот. как не трудно заявить вот так о мышлении руки и написать что-то об этом, но вот продолжить, как все это показать, как оно переходит одно в другое, это еще труднее. Поэтому, естественно, мы имеем только какие-то огоньки вспыхи там того же Маркса, того же Хайдеггера, людей, такого масштабного уровня, которые, ну, просто хоть как-то пытались за эту проблему ухватиться и хоть что-то сказать. Итак, мышление руки, как видите, вполне допустимый термин. Значит, рука сама мыслит. И мы потом подойдем к другим цитатам, из Бытия и Времени. И я вам покажу, что это типичная цитата для Хайдеггера. Он вообще-то так и относится. Он все вот так пронзает двуедино. Рука мыслит, а мышление имеет свою руку. И здесь мы даже по образом можем сравнить. Рука, ну, первое, что нам приходит в голову, это хватать, да? Хотя Хайдеггер там потом скажет, что человеческая рука, это совсем совершенно не хватать. Но, то есть не только хватать. Но мы еще до этого не добрались с вами. Давайте сейчас сначала пока хватать, потому что и хватать тоже ей присуще, как и животному, кстати говоря. Ну, вот просто проведем такую аналогию, чтобы рука мышления, это выражение, совсем у нас не повисло в воздухе. Проведем такую аналогию, как рука схватывает какой-то предмет, ей нужный, необходимый, так и мышление схватывает какую-то тему, какую-то мысль и так далее. Мышление тоже хватает, у нее тоже есть такая способность. И вот эта вот рука мышления, которая схватывает, даже на таком уровне мы можем провести ассоциации, а у руки есть еще много способностей, не только хватать, но и, как говорит Хайдеггер, и давать, и принимать, и рукопожатие. То же самое мы можем вообще увидеть в мышлении, это рукопожатие, это встречи, допустим, двух мышлений каких-то, давать, мысль, это тоже понятно нам, когда кто-то излагает или философствует мысли это давать, принимать. К чему вся эта игра? Вся эта игра к тому, чтобы у нас не было безнадежной пропасти между чем-то телесным, между нашей телесной организацией, нашим телесным устройством, и тем, что мы обычно считаем просто каким-то высокодуховным, интеллектуальным, что мы оторвали от земли и забыли уже откуда она начиналась, где идет, какие у нее корни. Мы уже давным-давно их поразрывали, развели в разные стороны. Но Хайдеггер такой человек, который хочет мыслить одно через другое. И это прекрасно. Поэтому мышление у него тоже схватывает, поэтому мышление у него захвачено. Это все Хайдеггеровские термины. И они прекрасные термины. они потом дальше получили свою жизнь и дальше продолжились. Мы это встретим и у Пруста, но он не на Хайдеггера, естественно, полагался. Я имею в виду, что это разлито в воздухе времени было само по себе. А дальше Мирапа Мардашвили, который уже полагался и на Пруста, и на Хайдеггера в том числе. Уже философская традиция была какая-то. И Мирапа Мардашвили много будет писать о захваченности, о захваченности человека. И а вот эта захваченность она-то отсылает к руке. Очень даже отсылает. Поэтому вполне нормальные термины, не только нормальные, но и прекрасные. Как только мы это проговорили, мы уже сами себя каким-то образом озадачили. А теперь давайте попробуем увидеть это мышление руки, в чем оно заключается. и в чем заключается рука мышления. Я по поводу руки вам сейчас еще дальше там зачитаю один текст. Конкретно в книге «Бытие и время» у Хайдеггера по поводу руки практически ничего нет. В «Бытие и времени» Хайдеггер пишет о подручном и наличном. Но мы неверно поймем подручное, если совершенно отставим в сторону тему руки у Хайдеггера. Мы можем неверно понять это подручное исходя из множества других еще отклонений. Но вот если про руку забудем, то уж точно выйдем из строя. Поэтому мы с вами говорим о руке. И о руке можно встретить у Хайдеггера в более поздних произведениях. Очевидно, вот он сначала более общо, ему удалось к этой теме подобраться, схватить ее более общо, а потом он уже копал все конкретнее, конкретнее, конкретнее. У него есть пармениди, на этот счет парменид, это по-моему сороковые там какие-то. У него есть в работе что зовется мышление, а это уже 50-е года, можете сравнить о руке. И я вам хочу зачитать кусок, который как раз принадлежит этой работе, что зовется мышление. Оттуда я вам зачитаю в руке. Сейчас, через некоторое время, чуть позже. Итак, телесные органы, человек, телесное его устройство. Есть внутренние органы человека, мы очень странно устроены в этом плане, как тело. Как тело мы внутреннюю форму свою формируем, как бы это внутренние органы за это отвечают. И есть внешние органы, так называемые. Рука является таким внешним органом, нога. И тут Хайдегер вообще не раз касался вопроса телесной организации. А вопрос телесной организации он сам по себе такой провокационный. Его стараются обходить. За него не берутся. Хайдегера вообще, когда он все эти темы прописывал, его неоднократно обвиняли в том, что он не знает зоологии, типа там не знает зоологии, не знает биологии, а берется и пишет. Ну, старая тема, старое обвинение, все то же самое, ничего не изменилось на самом деле. Нисколько зоологи и биологи или ученые считают, что невозможно писать на какие-то такие масштабные темы, не зная детально всех их великих открытий. Ну, проблема заключается как раз в том, что может быть для многих вопросов и следует знать эти открытия, конечно, в какой-то мере. И желательно. Ну, на самом деле для философского рассмотрения на каком-то уровне первоначальном вся эта зоология и биология она только мешает на самом деле. Она мешает, поскольку вся она выстроена как раз на совершенно другом базисе, на совершенно другом основании. Она не то, что не помогает увидеть вот это целое, она буквально искривляет мозги дословно. Именно поэтому и сами ученые не в состоянии рассмотреть простейших закономерностей, которые лежат в основании их науки. И поэтому вот чтобы увидеть хотя бы эти основания уже наверное даже нужно быть свободным от достижений науки. А чтобы по этому основанию верно еще и достижения науки как бы истрактовать, это уже надо быть гением но и не просто гением. Это нужно еще иметь и счастливое стечение обстоятельств для того, чтобы можно было плодотворно и долгие годы работать в этом направлении и что-то действительно подкрывать. Поэтому вот все это насчет того, что не знал зоологии, не знал биологии и не надо и слава Богу, что не знал так, как их знают зоологи и биологи. допустим, если Хайдегер говорит, что рука она присуща только человеку, а животному рука не присуща, и при этом его там обвиняют в том, что он там чего-то не знал. как можно объяснить естествоиспытателям, которые имеют совершенно стихийные философские какие-то воззрения, не подвержены никакой абсолютно рефлексии, как им можно объяснить, что вот то, на что мы смотрим, на ваш собственный предмет, о нем можно вообще-то мыслить, не просто его изучать научно, о нем можно мыслить, то есть универсально подходить к нему, и в этом универсальном подходе можно открывать такие закономерности, которые вы никогда не выпарите, и к которым вы никогда не придете ни в зоологии, ни в биологии, в крайнем случае в таком ее виде, в каком она сейчас пребывает, эта зоология, биология. Но это невозможно объяснить, это объяснить невозможно. Биологи И зоологи сталкиваются с этим только, как и все прочие ученые, только во времена кризисов. Но у зоологии и биологии кризисы пока не предполагаются. В связи вообще с их, так сказать, довольно слабеньким еще развитием, поскольку классификации и анатомия, это, ребята, это еще не развитие. Вот это все еще такие детские игрушки. А вот у физики, у математики у них уже неоднократно кризисы были, и ученые тогда обращаются к философии, естественно. И вот там в такие моменты им тогда еще что-то можно там показывать. И то только то, с чем они сами непосредственно сталкиваются. А так ничего не покажешь, абсолютно ничего. Поэтому наука будет гнать на всех парах в свою собственную сторону. И Хайдеггер не первый, кто подвергался таким обвинениям. Допустим, берем того же Берсона, который тоже пытался мыслить вживое. И каждый, кто рискнет это делать, он будет подвергаться таким же обвинениям, что вы не зоолог, что вы мыслите. Между тем, там потрясающее открытие делают философы, я уже не знаю, там начиная с Платона. Который, ну я вот сейчас вам приведу, да, вот кстати, вспомнился мне Платон, очень кстати. Я вам сейчас приведу просто такой маленький пример, но посмеяться. Смотрите, Платон говорил, что животные, так же как и человек, имеют разумную душу, но они ею не пользуются. Вот представьте себе, философ это пишет там во времена античности. Ну хорошо, что там еще, как это говорится, не было еще науки, которая могла бы с него там посмеяться. Ну зато было вот обыденное мнение, обывательская докса, которая естественно с него смеялась, как и с многих других странных вещей. Потом была вся история нашей науки, которая к Платону точно так же, к его высказу не могла относиться, просто его вообще не замечать. Понимаете, там по поводу физики или математики мы можем там что-то говорить, доказывать, Платон был неправ или прав там. Ну а это заявление о Платонах животных, ну зачем его вообще рассматривать? Где-то там вот этот один кусочек что-то сказал, что он назначит вообще. Короче говоря, это как, что сказал, что не сказал, проще выражаясь. И вот теперь, уже в 21 веке, понимаете, когда мы уже подходим вот к этому рубежу, когда наши науки подходят к тому, что они непосредственно должны уже за живым наблюдать, ставить эксперименты и так далее. А это новая наука, это не биология, не зоология, еще раз вам говорю, не это расчлененка, которая занимается только анатомией, происхождением, типа эволюцией, отслеживанием всех этих скелетов, изменением морфологии, то есть вот это вот, извините, расчлененка. Так вот эта расчлененка, она действительно живое не знает. А сейчас наука другая формируется, у которой методы больше похожи на психологию, как психологию изучают, да, все эти эксперименты какие-то, условия, ситуации, эмпирические. Вот точно так же с животными пытаются действовать. Но это уже хоть что-то, животное не убито, не препарировано, да, и не изучено, исходя там просто из своего скелета. Мы изучаем именно живое, то, что движется подвижно, и вот сейчас и здесь в этом моменте изменяется. Так вот, вот эта наука, которая вот сейчас начинает, она только-только зарождается буквально, на наших глазах все это происходит, и она начинает сразу же сталкиваться с тем, о чем говорил Платон, о чем говорил философ, который не знал животных. И философ, 2500 лет назад живший. Понимаете, что такое вот философия? Ведь это ученым не объяснишь, каким образом так можно через некоторый универсализм увидеть так наперед, увидеть вот так феноменально. И приходим к тому же самому, что животные обладают там всем этим синтезом, индукцией и так далее, и так далее, вот, всеми высшими способностями. Но почему-то ими действительно не пользуются. Вот чего-то не хватает какого-то условия, чтобы это у них стало как у человека, и пошло-пошло-пошло развиваться самостоятельно, и начало изменять животное. У них все это как бы есть, и все это как бы используется только в редчайших случаях. Допустим, шимпанзе попадает в человеческое общение, он там выучивает там до тысяч слов, а тому-то, тому-то, тому-то научается в человеческом общении, в общении с человеком. А в своей природе он живет, и он не использует эти способности. То есть природа, она как бы наперед задает и мозг, и все данные у животных, уже даже все это есть у высших животных, но они этим не пользуются. Или там обезьяна узнает тоже в себе в зеркале, говорила уже стадия зеркала Лакана, она узнает себя в зеркале, а потом, узнав себя, равнодушно отворачивается от этого зеркала и уходит. Ей никакого дела нет до своего собственного образа. А маленький ребенок, ползунок еще, увидев себя в образе, возвращается к этому снова, снова и снова, и смотрит, и смотрит, и это включается в его жизнедеятельность и продолжается как-то дальше, и это его меняет, а обезьяну нет. Так посмотрите, насколько был прав Платон. Есть разумная душа, но ею не пользуются. Очень интересное замечание. Фактически оно нам говорит вообще, вот смотрите, если мы переведем эти слова, что есть разум, которым животное не пользуется. Мы ведь всегда говорили, отделяли, что человек отделяется от животного, разумом отличается. А теперь мы постепенно приходим к тому, что мы отличаемся вообще-то как бы не разумом, а вот чем-то другим. Что делает этот разум, что дает этому разуму толчок для разворачивания и развития полноценного, но на самом деле не разумом, а чем-то другим. Это, кстати, тоже, но такой моментик интригующий. И он не смешной, он вполне серьезный. Хотя с него можно поулыбаться вот с этого вот, с этой уверенности человека вплоть до сегодняшнего дня, что то, что его отличает от животного, это разум. Я тоже так думаю, что это не разум, это что-то другое, что помогает и разуму развиться. Но это что-то другое. И это что-то другое. Мы его, я думаю, все-таки коснемся, потому что разбирая Хайдегера, бытие и время, не коснуться его невозможно. Ну, это сделает далекий экскурс к тому, чтобы показать, что даже защищать Хайдегера не хочется, потому что, когда ты начинаешь защищать в такой позиции, а кому-то что-то пытаешься объяснить или говорить, не надо это вот, вот знал в зоологии или не знал в биологии. Если знал, и в той мере, в какую знал, то еще прекрасней. Но это не отменяет мысли Хайдегера, как философа по этому поводу. И вот, я возвращаюсь к телу и органам. Устройство еще животного уже настолько странно, что животное формирует как бы внутреннее пространство какое-то и к внешнему пространству обращенные органы. Вот эти органы, они, по Хайдегерскому пониманию, они тоже есть лишь формы организации, вырастающие на какой-то деятельности. Этому посвящена работа, ну не вся целиком, а есть кусок, я вам уже говорила, это основные понятия метафизики. Там половина об одном, половина о другом. Вот половина вторая, она о животном и о живом организме. Так это писал философ Платон, который не знал зоологии. Слава Богу, что он ее не знал. Он показывает в этой работе, как понятие организма, живого организма, предполагает в нем и структурирование, когда живое живет. И вот это структурирование, оно идет путем внутренней какой-то деятельности организма в самом себе. И путем внешней деятельности. И вот на внутренней деятельности организма в самом себе вырастают органы. Вырастают. Хайдеггер пытается показать становление органов. Но каждый орган, он как форма вот этой вот деятельности. Сначала есть деятельность. У всякого живого организма вначале происходит деятельность, у которой нет закрепленного органа. Так совсем происходит. Вот даже если вы возьмете глаз, я занималась изучением истории глаза по поводу цвета. Даже если вы возьмете глаз, то это вначале мы идем и доходим до протоглаза или с самого начала. И это просто участок кожи организма, который лучше воспринимает свет. Но в начале организма это вообще даже не был выделенный участок кожи. А то тот участок кожи, то этот воспринимал свет. То есть раздражение от света. Потом начинает выделяться какой-то определенный участок кожи, который лучше воспринимает раздражение от света. И он начинает уже на это работать, фиксировать. Потом на этом участке уже формируется что-то такое, что начинает реагировать на различия в свете. То есть начинает уже положительно его воспринимать. Не просто раздражаться, а иметь еще и ответную реакцию. Ну и так далее, и так далее. Это сложные процессы. Я не буду сейчас их расписывать. Я же говорю, в философии это матрешка. За что ни возьмись, там целые... Можно все это разбирать. Я хотела сказать о том, что в живом организме принцип формирования всегда один и тот же. Сначала там что-то действует, не имея органа своего сосредоточения. То есть, допустим, глазом может выступать любая часть тела. Точно так же там и желудком. И еще чем-то новым. Там видите у червяка, да, желудок там тоже протянут. То есть, все тело, оно еще не дифференцировано. А чем более животное развивается, или наоборот, можно сказать, чем более животное развивается, тем оно высоко развитее. Можно и наоборот сказать, чем животное высоко развитее, тем более у него уже закреплена вот эта вот вся дифференциация. Так вот, на месте многократно повторенной одной и той же деятельности, которая необходима организму, постепенно вырастает орган. И он являет из себя форму этой деятельности. И так вырастают все внутренние органы. Все. Желудок, кишечник, там, печень, что вы не возьмете. И даже головной мозг, и нервная система так же вырастает. И так же формируются и внешние органы. Ну, внешние органы немножечко там по-другому их надо рассматривать, потому что это взаимодействие именно с окружающим. Но принцип тот же самый. Принцип тот же самый. Форма. Форма приобретается. Сначала взаимодействие, потом приобретается форма. И вот, например, недавно я там сталкивалась с интересным вопросом. Хайдегер-то писал о живом организме, о живом. Он как бы уже брал животных. Я там читала про растения. Такая тема была, имеется ли нервная система у растений. Так вот, интересная очень добавка к тому, что писал Хайдегер. Поскольку растения некоторые представляют из себя воплощенный переход. Они уже имеют это раздражение и реакцию, но не имеют еще сформированной как таковой нервной системы, как таковой, то есть выделенной уже. Однако у них действие уже есть и происходит. Оно очень крайне замедленное по отношению к животному. Долгое время считалось, что у них вообще у растений этого нет. Однако сейчас обнаружили, что есть, и там работает вот передача определенная, но нет органа. И вот это такое переходное состояние, оно сложно для понимания вот именно зоологов, биологов и так далее. Или тех, кто изучает сейчас там нейробиологов. Еще одно направление расчлененки нашей. Хотя и крутое, и современное. Вот это состояние, оно очень трудное для понимания, потому что это между тем, о чем мы могли бы вообще сказать, этого нет. Раньше мы попросту говорили, у растения нет нервной системы, там у нее нет вот этого реакции. Нет, есть. У нее просто нет именно нервной системы в том плане, в каком мы привыкли щупать, в каком мы привыкли, разрезал живой организм, взял в свою лапу и говоришь, вот, и говоришь, вот, почупать. Вот в таком плане у них нервной системы нет. А в плане их реальной жизнедеятельности, движений, у них есть, потому что этот нервный импульс передается по, как бы, по телу растения, по определенным клеткам каждый раз пробегает. То есть, органы не сформированы, а функция, деятельность есть. Так, Хейдеггер об этом и писал. Он смог в животном организме разглядеть это. Он смог этот орган разоблачить сначала до его деятельности. Так, слишком длинное отступление, да, но я просто хочу вам показать, что забудьте о всех этих зоологиях и биологиях, забудьте о них, потому что о них скоро забудет даже и сам, не только философия, но и сама вот эта наука новая, которую ну, в относительном смысле забудет. Понятно, что там какой скелет у какого там динозавра был, это же никто не отменяет. Да, такой скелет у него действительно и был. Но самые прогрессивные вопросы переместятся из этой области в совершенно другую область. Вот о чем весь сыр-бор. Об актуальности. Так вот, забудьте об актуальности там наших старых зоологий или биологий и не им указывать на Хайдеггера, поскольку Хайдеггер и был и будет еще долгое время стать актуальным в том, как он разработал многие вопросы. И вот по поводу органов очень хорошо у Хайдеггера и не только. Понесло меня в эту сторону, потому что я сказала о том, что вот таково наше телесное устройство, как и животных. У нас есть сформированные. Мы уже можем говорить. Помните, опять это дано. Вот у нас вечно нас подводит это дано. Так вот, нам уже здесь действительно дано, но вот все, что дано, я предупреждала, что все, что дано, для философа это не дано. Оно и дано, и в то же время философ каждый раз задаст вопрос, а кем оно дано, откуда оно дано, как оно сформировалось, каков его генезис. И, кстати говоря, и наука вообще-то тоже должна, естественно, задавать эти вопросы. Но она не по поводу всего задает эти вопросы, вам это известно, ведь она задает эти вопросы кое-чему и кое-куда, а вот по поводу оснований своей собственной науки она их никогда не задает. Откуда взялись мои аксиомы, которыми я пользуюсь. Ну, дано, вот нам дано такое же телесное устройство. Оно дано потому, что животное его формировало. Вот была какая форма в развитии всего живого, в эволюции. Оно называется, эта форма животное. Ну, так, по большому счету, обобщим, да, допустим, сейчас не будем заниматься этими мелочами, мы скажем так, животное это тот тот организм, который и занимается формированием конкретных органов, как внутренних, так и внешних. Вот он, этот пахарь, он для нас отпахал. И мы уже, как существа, которые продолжили эту эволюцию, мы приняли от него это, как то, что дано. Как то, что дано. Мозг дан, нервная система дана, внутренние органы даны, и внешние органы, ноги и руки тоже даны. Ну, вот, про это не забываем мы, про то, что животное в своей истории и эволюции, по какому-то смыслу бытия, если мы уже говорим о бытии вообще, то вот по смыслу бытия, оно имеет такой смысл, оно имеет такой смысл, как создание такого живого организма, который крайне дифференцирован и по отношению к своему собственному телу, внутреннему его состоянию, там все уже на органы распалось, да, или сформировалось наоборот, и по отношению к внешнему органу, вот это животное сделало для нас, оно это уже все выработало, и мы только что 10 или 15 минут назад сказали, что мало того, что оно это все создало, оно еще и оказывается, как мы сегодня открываем, еще и разум заимело это животное, фактически как некоторую верхушку, до которой она дошла, но которой пользоваться не может, что-то, чего-то нет, не хватает каких-то условий, условий еще не хватает, чтобы эта верхушка получила самостоятельное развитие, и вот эта верхушка, она получает самостоятельное развитие, только уже именно в человеческом движении, то есть это вот как до пика, пик горы, человек берет, связает эту шапочку и начинает уже развитие от нее, то есть человек стартует с этого пика, а животное вот эту гору все складывало, вся эволюция животного мира складывала вот эту гору, как выработку телесной организации, дефилицированной, сложной, структурной, дошедшей до высшей, до деятельности высшей нервной системы, и головного мозга, и до разума, и так, Платон, животное имеет разум, имеет разумную душу, но не пользуется ей, мы бы добавили не может пользоваться ей, не может пользоваться ей, а человек начинается с этой шапки, и человеку уже дано, что-то ему естественно уже дано, это не значит, что он должен просто это брать как аксиома, он должен вообще-то обратным ходом научиться все это понимать, откуда же оно дано, откуда дан и разум, и откуда дан не только разум, но и наша телесная организация такая, вот застаем такую телесную организацию, теперь у животных в основном получаются внешние органы, и это основной пик какой-то приходится на ноги, ну вы представьте себе сами, это ведь движение по территориям огромное, да, передвижение, это поиск пищи, и это убегание от врага, или наоборот, бег за добычей, ноги, передвижение, перемещение в данном пространстве для животного очень важно, поэтому для животного и то, что у нас называется сейчас руками, вы извините, ведь это когда-то было ногами, да, это было ногами, это было ногами, это мы же говорим по этому поводу, что вот некоторые обезьяны приняли вертикальное положение, встали, или полувертикальное положение, когда мы ищем вот своих предков, там гоминид, то мы ищем среди них уже определенных обезьян, которые могли отрывать передние конечности от земли, это что мы на философском языке говорим, это мы говорим, что мы ищем тех животных, у которых ноги переставали быть ногами и становились в некотором роде руками, высвобождались, высвобождались, эта обезьянка становилась на две ноги крайние и передние руки высвобождались, ну там мне скажут, ну там у кенгуру тоже прыгает только на задних лапах, да, вот, и прекрасно, пусть дальше прыгает, вы видели эти передние конечности кенгуру, они усохли, они усохли, поскольку они кенгуру оказались не нужны, и это еще раз подтверждает, ну это такой банальный пример, чтобы поулыбаться, это еще раз подтверждает, что у животного главное ноги, ноги, естественно есть масса животных, которые обитают на дереве, ну и там посмотрите, ведь то же самое, да, они срывают плоды, конечно, конечно они срывают плоды, допустим, рукой там, а какое-то животное там берет, это срывает челюстями, да, или птица клювом, так, это какой-то образ действия руки, вот схватывание, присвоение, так, есть животные, которые берут это вот передними конечностями, есть животные, которые это берут клювом, да, там допустим те же самые птицы, есть животные, которые это берут там просто головой, мягко говоря, челюстями, там какие-нибудь олени, лошади, да, лошади, но все это все равно на перемещении находится, на перемещении, именно поэтому не вырабатывается определенный орган, он совершенно разный, это может быть именно то у одного клюв сходится, все нормально подойдет, вот у другого просто вот челюсти, его голова, да, а у третьего передней конечности, вот те животные, которые обитают на деревьях, они используют эти передние конечности во многом и для того, чтобы передвигаться, ведь правильно, они тоже, как и обезьяны многие, и берут ими в том числе что-то, и берут ими что-то, но у животного нет потребности выделить руку как таковую, когда с птицами ставят эксперименты, там с воронами, попугаями, они берут в клюв, эти, тростинку там какую-нибудь или палочку и орудуют ими как орудиями, мы говорим, что они используют орудия труда, да, не используют, но у них клюв, у них клюв, вы понимаете, что у них клюв, что это означает, это означает, что у них тупик, сколько бы они не использовали эту палочку, вот, но клюв, он под эту палочку не изменится, не сформирован телесный орган, который бы мог пластично меняться, у человека под его руку уже был сформирован этот орган, тут все одно с другим взаимосвязано, вот сейчас мы к этому подходим, то есть гоминиды, они должны были ноги освободить от этого, от этой функции ног, то есть приподняться на двух задних лапах, с другой стороны, они должны были не скакать полностью по деревьям, так об этом и говорится, поскольку, когда животное скачет по деревьям, многие виды обезьян, то это там все равно руки используются как ноги, только как это сказать, в воздушном пространстве, да, то есть если обезьяна на руках передвигается по ветке, то это тоже ноги, ребята, только наоборот, да, хотя сила тяготения у нас в другую сторону направлена, но это ноги, и когда вы на турнике перемещаетесь руками, то руки тоже используете как функцию ног, поэтому гоминиды должны были и не полностью на земле находиться, полностью на земле мы скачем на четырех конечностях, мы не поднялись, и не полностью на дереве, они должны были вести где-то такой образ жизни, который располагался между, между одним и другим, то есть когда надо было приподниматься, и просто что-то брать руками, и вот к чему я это рассказываю, должно было установиться какое-то среднее положение, в котором рука оказалась как бы зависшей в безвоздушном пространстве, она не то и не сё, она не под гнётом старого своего значения, лапы, ноги, понимаете, на которую просто опирается и которая перемещает, она освободилась от этого, но она и не под верхним гнётом, в смысле тоже ноги наоборот, что мы там держимся, вот, она сбежала и того, и от того, так, и она, ну, пока, допустим, скажем, просто хватает, хотя одно хватание руку не формирует, сейчас мы, ну, мы ещё до этого не дошли, это заранее просто проговариваю, чтобы не было ошибки, одно хватание человеческую руку не формирует, но это предпосылочка, это предпосылочка, то есть, я хочу сказать, что рука должна была освободиться, и вот это условие освобождения, оно тоже универсальное, вообще всё, что философы мыслят, это универсальные вещи, например, в таком же смысле слова, и для того, чтобы человек мыслил, и мы сейчас об этом говорим, для того, чтобы осуществлялось мышление, у человека должен быть досуг, свобода, свобода от конкретной занятости, от конкретной необходимости, которую человека всегда пригружают, у него должен быть досуг, то есть, развязанные вот эти вот обязанности, откинутые, их нет, и тогда идёт свобода мышления, вот точно так же для руки, для того, чтобы она развивалась, эта рука, для того, чтобы вдруг она начала превращаться в то, чего совершенно нет ни у какого животного мира, она должна была попасть вот в это серединное странное положение свободы, и от того, и от другого, и, значит, разворачивать вот эту свою собственную плоскость, плоскость свободы, плоскость руки, как таковой. ну, тогда мы подходим к вопросу, что это за рука как таковая, это та рука, которая движется вот в этом своём поиске, вот ближе уже подходим к Хайдеггеру, да, ближайшее окружающее, которое начинает осуществлять заботу о ближайшем окружающем, озабоченность, озабоченность, естественно, проистекает из вот этих всех потребностей и озабочивающего, как говорит Хайдеггер, сейчас это напустит несколько туманов в наши размышления, но ничего страшного, мы потом это всё растуманим, не переживайте. Итак, для нас сейчас важно и главное вот что, если животное просто перемещается благодаря таким внешним своим органам, как ноги, то живое существо, из которого начал происходить человек или те гоминиды, как их сейчас называют, они двинулись в сторону развития через руку. Не нога теперь была ведущим органом, а рука стала ведущим органом. И это с одной стороны кажется ужасным ограничением. Представьте себе, что такое нога животного. Допустим, тот же самый страус, который бежит 100 км в час, или гепарс 100 км в час, или какой-нибудь кенгуру, который прыгает на 5 метров, или ещё что-то, или животное, передвигающееся сутками на многие расстояния. и тут рука. И тут рука. А у руки всегда только ближайшие окружающие. Вы посмотрите, насколько сфера сузилась. То есть кажется, что это очень большая негация. Кажется, что это очень большое какое-то оскуднение, обрезание возможностей. Но очень странно устроена наша природа. понимаете, что некоторые самые прогрессивные вещи, некоторые скачки на голову самой себя природа избирает, ограничивая свои же собственные достижения. Очень интересные такие парадоксы мы здесь встречаем. Помните, я вам уже говорила об одном таком парадоксе странно звучащем о том, что в простейших живых организмах мы не обнаруживаем смерти и что они могли бы жить вечно, вечно и вечно дальше. Так это ведь какое завоевание этого живого, которое существует вечно и приспособлено ко всем условиям. И вдруг образуются такие организмы, которые не могут быть приспособлены ко всем условиям, и у которых клетки стареют, а начинают погибают. Это же ужас по сравнению с этим, да, ужас просто, живое, которое там только появляется и умирает, появляется и умирает фактически, да, в размерах и масштабах вселенной. Так же и с человеком сейчас происходит, он там какая-то бабочка, однодневка появился и умер, появился и умер, да, в масштабах во всех этих представках. Это ужас, но вот этот ужас, именно этот ужас позволяет развиться такому многообразию, такой сложности и такой высоте достижения, что мы говорим ах, да, то есть, допустим, из какой-то там амебки, да, или водоросли и человек. Именно этот ужас привел. Так вот, точно так же и здесь и в нашем случае ограничение ног и переход на руку, это на нашем языке можно было бы так сказать, это вот, допустим, откажись от компьютера, возьми в руки лопату и копай вот здесь. Ну, вот приблизительно это так звучит, потому что это вообще-то как бы ужасно, что такое ног нет, более у животного нет ног. Ну, то есть, они, конечно же, есть, вы понимаете, что они есть, но когда мы ими двигаемся, передвигаемся, мы по животному типу, мы по животному типу продолжаем двигаться, а вот в том, что мы развиваемся как люди, у нас там ног нет, у нас там рука. И только рука за собой потом уже ведет и все остальное тело и все остальные органы. Но об этом отдельный разговор. И так, тихоходность очень большая, обрезанность, ограниченность, и тут мы получаем сразу же ближайшее окружающее, как говорит Хайдейк, ближайшее, все вот это вот подручное, оно проистекает из этой сферы, из сферы ближайшего. Ближайшее, что может рука охватить. Но затем, потом, когда человек этой же рукой формирует орудие труда, то что он делает? Он продолжает этот свой внешний орган, сформированный у него телесно и случайным образом, он его начинает развивать и продолжать дальше. и благодаря этим средствам рука человека протягивается и дотягивается теперь уже, как вам известно, да, и до границ солнечной системы и за ее пределами, да, куда у нас могут долетать космические аппараты, вот туда уже наша рука и дотягивается. И, как вам известно, теперь, что ноги никакого животного туда добежать не смогут. Итак, взяли начало, полный проигрыш, ну, я не хочу говорить, взяли конец, я надеюсь, что нам все-таки еще не конец, буду на это надеяться. Ну, скажем так, взяли один параллельный срез, начало, и взяли современный срез, и мы видим, что если человек в начале полностью проиграл, то сейчас он уже полностью выиграл. наша рука уже дотягивается до того, до чего ни одна нога никакого животного никогда в жизни не добежит. И так рука выиграла. Рука началась почти с ничего, и она выиграла. И теперь наше ближайшее окружение, это, ребята, не вот то, что вот так вот там недалеко от нас, а наше ближайшее окружение это уже космос. И это тоже ближайшее окружение. Потому что оно названо не по метрическому пространству близко далеко, а она названа потому, что она принадлежит руке. И она принадлежит руке человека, и она принадлежит мышлению человека. И это ближайшее окружающее. И на сегодняшний день наше ближайшее окружающее это наша вселенная. А на завтрашний день, кто знает, мы может быть выйдем из-за пределы нашей Вселенной. Вот это еще неизвестно. Это неизвестно нам. Поскольку развитие ускоряется. Развитие человека ускоряется. Если мы вообще останемся живы, как природные создания. Об этом был уже у нас разговор такой печальный во вступительных моих лекциях. О том, что мы имеем шансы оборвать собственное развитие. Но это уже другое дело. Если оно не оборвется, то рука будет продолжать в каком-то смысле свое триумфальное шествие по расширению своего ближайшего окружающего. Итак, ближайшее окружающее ну или подручное, скажем так, сейчас будем отдельно рассматривать. Оно нам поможет понять, каким образом вообще рука входит в этот мир и формирует этот мир. формирует этот мир.